которая демонстрировала окружение Фрейда в той же мере, структуре и характере, что с другой аналитикой публичное поле. В итоге можно прочесть сотни книг, провести время на кушетке, но в отношении этой травмы практикуя то знание, которое отмечено понятием терапевтическое, знание клиентно-центрированное, исследуя желание научности Фрейда, знание научное, верифицированное, структурированное. Это знание не лежит в поле аналитического. Лишено от того эффекта сопротивления, это знание позволит сохранить целостность туши, не поставив клейма мясника, обеспечит клиента уже не анализантом материнской заботы, даст ему успокоение и возможность уйти от всего того, что вопрошает внутри него. Это воображаемая идиллия нарциссического измерения контакта, которого Лаканта критиковал в отношении Балента, указывая, что эго-психология питает исключительно эго клиента. Усиливая нарциссическую динамику, то, что сам субъект становится центрирован этим «я», в котором то измерение бессознательного, децентрированного уходит в сторону, игнорируется. При этом «я» аналитика становится эталоном для «я» клиента, его зеркальным идеализированным профилем. Психоанализ сейчас актуален в той мере и степени, в какой публичное поле сопротивляется, отрицает, смягчает, упрощает, наугообразит или идеализирует роматическое измерение аналитического ненезнания. Продолжение следует...